Мы как-то за кадром с батюшкой, я не буду говорить с каким, обсуждали для меня такой сложный вопрос, вопрос икон. Я человек крещеный, православный, но у меня как-то не складывалось в голове, потому что, с одной стороны, на иконах изображены святые, а с другой стороны, некоторые им поклоняются. И вот здесь поклонение кому-либо и чему-либо, кроме Бога, для меня было вопросом таким сложным. Но если говорить о самом искусстве, о ремесле, об иконах, это для меня вещь очень близкая, я очень люблю иконы. И у меня, знаете, такое какое-то спокойствие на душе, когда я вижу икону, которая мне оказывается очень близка, но вот что ее наполняет, я даже не задавал себе вопрос, почему именно это изображено на иконе. Вот об этом и о такой свободе в иконах я хотел бы поговорить сегодня. Игорь, здравствуйте. Я сейчас увидел иконы здесь у вас, которые, они настолько, я извините, что такими словами пользуюсь, они настолько добрые, как бы такие открытые, свободные и радостные, что возникает вопрос, а можно ли писать такие иконы? Есть ли какие-нибудь там каноны или правила, что может быть изображено на иконе? Именно я говорю вот про эту икону, на которой изображен чудесный улов. По-моему, она абсолютно чудесная, но все-таки я таких раньше не видел. Добрый день, Филипп. Ну, на самом деле, это скорее как бы сюжет, религиозный сюжет. Как бы она может считаться иконой, но по большому счету это просто евангельское событие, которое я изобразил иконописным языком. Вот. И этот сюжет и писали художники там о эпохе Возрождения, и в нашей как бы древнерусском искусстве, да, вот иконам. Я не встречал тоже этот вот сюжет, но церковь у нас все разрешает. У нас запрет только на грех, а изображать, ну, то, что дорого человеку, да, ну, в данном случае там художнику, мне кажется, никакого запрета быть не может. Где вы учились? Иконописи. Ведь это же все-таки, с одной стороны, искусство, с другой стороны, это нечто, в общем, духовное. Это сопровождается, насколько я понимаю, и постом неким, и некими обрядами. Вот здесь есть как и сюжеты, так и все-таки, наверное, иконы. С чем сопряжено сегодня написание иконы? Это очень хороший вопрос, потому что действительно очень много мифов по поводу написания икон. Есть, например, такой миф, что художник должен поститься 40 дней перед тем, как начать писать икону. Но если эти же дни должны быть как-то оплачены, то есть художник в это время должен не работать, а поститься. И в эти же 40 дней он теряет навык. То есть все-таки это делание, которое художник должен делать каждый день, должен рисовать каждый день. А молитва, ну, как у каждого христианина, это определяется либо лично, либо как бы с духовником. Иконопист это такой же христианин, как и все другие. Что-то сверх меры. А тогда странно, почему булочник не должен поститься. Да, он же тоже кормит людей. И если он плохо делает свою работу, он плохой христианин. Это то, что касается мифов по поводу ремесла. Но важно еще, что икона – это все-таки искусство. И я лично иконе не учился нигде, никаких ни курсов, ни образования. У меня обычное художное образование, художник-живописец. И в икону я пришел из церковной мозаики. То есть определенные монументальные материалы мы изучали в институте. И нас направили на практику церковной мозаики делать. И оттуда как-то я решил попробовать написать икона. Подошел к батюшке, он говорит, да пиши, конечно, только мозаику делай, говорит. Мозаику не оставляй. Ну, а я потом и оставил мозаику и перестал писать. В общем, так. Скажите, всегда ли так было, не знаете ли, точнее, всегда ли так было свободно в написании икон? Всегда ли было разрешено все-таки любому человеку писать иконы? Или же раньше было намного строже? Очень сложно это сказать, потому что у нас каких-то данных и справок нет о том, как писали. Вот если бы это было не свободно, то у нас не было бы отличий между новгородской иконой, псковской, балканской, византийской. Это огромное количество абсолютно разных, очень свободно и очень по-разному решенных сюжетов. Ну, сюжетов и конкретных святых или Христа, которые написаны абсолютно по-разному и очень свободно. Я вот вижу, что иконы не плоские, а на них есть такие как бы выемки. Насколько я помню, вот у меня кто-то из редакторов говорил, что такого не делалось. Это какое-то ваше личное ноу-хау или это отдельное направление в иконописи? Ну, вообще, когда это называется... Здесь резные? Да, это называется ковчег, и в принципе они тоже, это довольно свободная вещь. Там бывает несколько ковчегов, то есть несколько этажей углублений. И мне кажется, ковчеги, они тоже могут быть не только по центру и не только одним большим. И вот мне кажется, вот так это вполне может быть. Но вот здесь, например, в этой доске, эти два ковчега, они очень асимметричны в каком-то свободном порядке. Да, мне вот захотелось именно так попробовать. Ну, потому что для меня это тоже вещь довольно свободная. Она никак не мешает какому-то восприятию обычному иконы, благоговейному восприятию. Но вот захотелось, как бы такие врата, вот что свидетель Николай и архангел Михаил, они как-то удерживают два сюжета. Это, ну, я вот так тоже не видел. Но я не считаю, что это, как бы я новатор какой-то, мне кажется, это вполне в русле такой традиции. А вот техника написания, говорят техника, что такое техника в написании иконы? Техника это довольно просто тот материал, которым написана икона. То есть это, как правило, ну, сейчас довольно много разных материалов. Это вот это яичная темпера, когда пигмент замешивается на яйце, на яичном желтке. Кто-то пишет акрилом, кто-то пишет там ПВА темпера, ну, такие синтетические. Это желток, то есть растворитель, это желток. Да, клеющее вещество, которое делает краска, да, это яичный желток. А по поводу, вот, как бы вы, наверное, спрашиваете про ремесло, насколько я понимаю, вот, да, определенный алгоритм, этап написания иконы, вот, мне кажется, это все делает икону ремеслом. А это большая опасность, потому что иконе, выходит так, что иконе может научиться любой, там, за месяц, за два набору определенных приемов. Мне же кажется, что икона – это искусство. И судя по тому, какой мы видим икону в музеях, да, она очень разная. Какие-то внешние наборы приемов, он схожий, но в целом отношение к пространству, к объему, к форме у всех школ, и русских, и там, зарубежных, очень разное. Поэтому иконе невозможно научить, вот, как, знаете, такие есть, живопись по цветам. Ремесло – это определенный набор приемов и постепенное их выполнение, которое приводит к определенному результату. Вот, например, матрешка, да, и хороший ремесленник, который вот эти приемы научился делать быстро, качественно, лучше всех. Это хороший ремесленник. А искусство – это то, когда ты приходишь, и ты делаешь абсолютно, ну, что-то, вещь какую-то новую. И в этом смысле, вот, обучение курсы, или сейчас наше обучение построено на том, что за, там, 6 лет или за 5, кто-то за год научает, вот, определенному алгоритму выполнения приемчиков. И эта опасность, именно поэтому икона сейчас, мне кажется, очень неживая. То есть это какой-то, это законсервированная такая вещь, которую очень тщательно охраняют. И вот именно искусство, когда художник садится напротив доски, и он пытается сказать что-то о своем боге, пытается сказать о святом или о каком-то событии, то, что ему важно. А какой уже там подвернется набор приемов, это неизвестно. И конечный результат в этом смысле тоже он неизвестен. Это правильно. С точки зрения ритуальной, обрядовой, вот, ваши иконы, они какие? Это произведение искусства или это икона, которую можно купить в храме? Ну, икона, она априори религиозный объект, который нужно почитать, и с помощью него можно молиться. Его религиозность, извините, его религиозность этого объекта определяется лично вами, это субъективно, или это, например, в нашем случае должна определить РПЦ? Ну, сложно сказать. Вроде, да, это вообще определяют христиане. Вот христианин смотрит на икону и видит на ней святитель Николая с нимбом. И он говорит, да, это святитель Николай. По большому счету, икона, ее не надо освещать, она освещается тем, кто на ней изображен. То есть, такого чина освещения раньше не было. То есть, икона, она была уже освещена именно тем или тем событием, или тем человеком, или Христом, который на ней изображен. Поэтому она априори религиозный объект. Ну, и мне кажется, что икона и это произведение искусства тоже априори. Это жанр изобразительного искусства. Она такой должна быть. А по поводу, интересно, что я помню, видел как-то один сюжет, я где-то уже рассказывал, как женщина покупала икону в нашей церковной лавке. Она говорит, мне нужен святитель Спиридон и святитель Николай. И женщина вот так взяла две иконы, несмотря на них, и положила в пакетик, и та тоже не посмотрела. То есть, или ей, или кому-то в подарок предстоит молиться, да, с помощью этих изображений. Она даже не смотрит, что там изображено, и как. Этого достаточно. Вот это, мне кажется, опасно. Все-таки мы выбираем и священника, к которому ходим, и храм, в который ходим. Не аптека, да. Да, мы выбираем по сердцу. А тут мы иконы, с помощью которых мы будем молиться, мы говорим, как бы, этого достаточно, что там просто что-то изображено. Вот это, мне кажется, странно. Да. Знаете, такое какое-то опасение я сейчас испытываю, потому что я с вами согласен, что все-таки сердце и душа должны определять многое. Иногда нам подсказывают, что правильно, даже когда где-то на бумажке может быть написано иначе, потому что бумаги правились, иногда ошибки в них какие-то были. Поэтому я с вами здесь согласен полностью. Я вам желаю успехов. Я лично с вами, я поддерживаю. Мне кажется, что вы делаете это очень красиво и очень душевно. Спасибо вам большое, что пришли, что показали. Успехов вам. До новых встреч. Спасибо вам большое за такой хороший разговор.